Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для большинства жителей Камчатки останутся на уровне 2021 года. Речь о тепловой энергии, холодном и горячем водоснабжении и водоотведении. Изменение тарифов с 1 июля этого года коснется только тех, кто проживает в военных городках и бывших военных городках с поставкой тепловой энергии и воды от Центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны. А также тарифов на воду для жителей Елизова, Пионерского и Ново-Овачинского сельских поселений. Там, по информации Камчатской службы по тарифам и ценам, тарифы на энергоресурсы всегда были занижены и требуют поэтапного пересмотра. Цены в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 2022-м также останутся на уровне прошлого года. В соответствии с решением губернатора края, политика сдерживания совокупной платы граждан и тарифов для населения у нас продолжается. Таким образом, если мы рассматриваем в целом совокупную плату граждан за коммунальные ресурсы, это за электроэнергию, за воду, за водоотведение, за горячее водоснабжение, повторюсь, и за услуги с твердыми коммунальными отходами, для большинства населения края тарифы не изменятся и останутся на уровне 2021 года. Добавим, по всем вопросам относительно коммунальных платежей жители региона могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию по телефону 8 800 141 400 и 2608 64. Информационное агентство «Камчатка».